пишем вот мы записываем как ты одеваешься и раздеваешься ты на самом деле наконец-то долетел доехал до нас просто и вчера в твиттере писал что готовят что-то мега-мега популярный офигенское для спб рифа можешь рассказать на камеру пока заранее что это будет но на самом деле просто мне хотелось поменять формат докладов да как ты знаешь я иногда выступал вообще без презентации иногда выступал с презентации я сейчас сделал видеоряд для своего доклада да то что я честно скажу не умею просто обращаться powerpoint там и как бы я попросил ребят с первого канала что они мне могли смонтировать видео которое будет сопровождать как текст на выступление вот круто я у всех не задаю знаешь спрашиваю единственный вопрос вот социальных медиа сегодня то что и много этим занимаешься много консультируешь все-таки это бизнес отдачи если мы начинаем там продвигаться и либо это пока имиджевая история но тут имиджевая история она опять же двоякая когда есть положительный имидж у компании у политика это уже какие-то голоса в его поддержку это деньги которые мы несем чтобы купить утюг у панасоника допустим до который хорошо себя продвигает там на фейсбуке где-то еще стиральную машинку или что-то еще так или иначе любое имидж любое позитивное отношение она ну это может цинично данного можно монетизировать поэтому здесь связь неразрывно если уже какие-то выстраивания хорошего позитивного положительного имиджа отзывчивой компании происходят то соответственно это происходит из и сказывается каким-то образом на доходах круто услышал но пока не верю потому что все очень активно продвигают и пытаются говорить о том что мы вышли в твиттер мы вышли в фейсбук а дальше пока ничего то есть если мы вышли в твиттер и фейсбук у нас что увеличилось количество клиентов у нас увеличился оборот наверное не факт может быть у компании панасоник из-за того что они там активно ведут какую-то политику три телевизора и купили но не больше но реклама же она не должна тебя затащить в магазин любая телевизионная печатная какая угодно реклама создает у тебя отношения к товару какой-то имидж да допустим альборо ну они же ничем не отличаются от других сигарет но человек который покупает чувствует себя ковбоем да причастным какому-то мужскому обществу и все остальное любые машины высокого класса там mercedes bmw audi допустим да они что же не рассказывать рекламе там каких-то технических характеристиках да это обычно там где-то там мелкой строкой идет они рассказывают о том об имидже который у тебя будет о чувствах которых ты будешь испытывать когда будешь водить эту машину да то же самое рекламу социальных сетях она не ведет тебя в магазин не дает тебе точный адрес приди купи она создает у тебя некое отношение некое может быть настроение в голове да и когда ты придешь в магазин увидишь там несколько фирм представленных разных брендов ты естественно выберешь наверняка тушите близко знакома потому что у тебя что то есть twitter любые социальные сети это все-таки второстепенный канал который помогает может в конечном счете принять решение он пока на просто мне кажется не настолько массовый да то есть он с одной стороны более продуктивен потому что ты человеку попадаешь прямо домой в его там компьютер телефон мобильный да прям куда-то вот еще ближе чем телевизор который стоит гостиной да где-то на расстоянии нескольких метров то есть тут уровень доверия намного ближе потому что у тебя в блогах фейсбуке твои друзья и ты человеку который там те что-то втюхивает ты можешь ему где-то поддаться и поверить как своему другу но вот эта вот аудитория она по крайней мере в россии мне кажется не настолько массово да ну twitter ну там дай бог там 10-20 тысяч активных пользователей да как бы это не 70 миллионов телезрителей российских там или радиослушатели там может быть 80 до миллионов или тех кто читает газеты естественно тут сравнить пока нельзя но а есть положительная динамика интернет будущее за этим я понял у меня такой каверзный вопрос будет а точнее не каверзный не знаю как его назвать ты занимаешься проектом за новое тв еще частично может быть полностью вот арацит сейчас встал на путь то что мы пытаемся запустить интернет-телевидение причем полноценный раз на фоне этого дела мы стоим вот скажи что ты все-таки видишь может быть какие-то рекомендации какой должно быть интернет-телевидение с одной стороны было бы легко и просто взять опыт телевизионный да и перенять его как бы переделать на какой-то интернет-формат с другой стороны мне кажется что пользователь который вот это потребитель этого контента он как раз ожидает чего-то нового да то есть то чего ему не хватало в обычном телевидении каких-то там может быть сценарных режиссерских ходов технических да вещей которые в принципе были невозможны там ты же не можешь одновременно смотреть допустим по там каналу нтв программу с разных сторон а на сайте ты можешь поставить просто трансляцию с двух камер как бы и человек сам может выбирать как мы смотреть на то что происходит да под этим углом зрения или под этим супер я тебя понял спасибо антон я желаю тебе удачной секции